Этиловый спирт Мы прекрасно понимаем, что есть контингент, который употребляет эту продукцию путем применения вовнутрь, а именно разбавляет его с водой и убивает в качестве алкоголевых напитков. Такая продукция вызывает интоксикацию, вызывает нарушение функций желудочно-керечного тракта, может вызвать язву, может вызвать разные заболевания. У нас были случаи летальных исходов на территории Федерации, в детских регионах в прошлом году были факты отравлений, люди были госпитализированы. Вот здесь продают вот эти шкалики, вы их покупаете, да, поставите эти шкалики или нет? Нет. Нет, да? А вы сейчас не за ним пришли разве? Нет. Просто вот я в моем смысле, лучше это не пить. Пейте нормальную водку лучше в магазине. Это трава, это вы берегите, не бережите свое здоровье-то. Пьете это, не надо это пить, не надо это пить, это нельзя пить, это вредно не печь. Лучше водку нормально выпить. Ну документы на него есть. На спирт? Можно посмотреть? Ну у вас накладная или сертификат соответствия? Сертификат. Покажите, пожалуйста. А деятельность у вас какой ИП осуществляет? ИП Идотова Анастасия Александровна. Продавец поясняет, что это продукция для технических целей. Но продавец при этом не договорит что-то. Не, ну, между прочим, берут в машины, заливают место. Вот смотрите, давайте подойдем глобально к этой проблеме. Вы понимаете, что у нас есть проблема демографического характера в стране? У нас идет спад чистки населения. Да. Тем более идет большой поток мигрантов, который замещает местное население. А мы, скажем так, подливаем еще масло в огонь. Мы вот этим самым убиваем своих же людей, свой же народ. Разве это этого стоит? Не стоит. Поэтому наши вам рекомендации. А мазей не работает? Вам нужно будет сказать вашему предпринимателю, что я буду работать, но торговать этим не буду. Ну, или же я, если он будет наставить на этом, кто там на земле, как его зовут, тогда лучше меняйте профиль работы. Общественники уже в прошлом году бывали по этому адресу. Получили опять жалобы от граждан, проживающих в этом доме. Жаловаться на то, что здесь в ночное время суток собирается так называемый спецконтингент, который создаёт шум, гамм, не даёт спокойно людям отдыхать. Неоднократно обращались к участковому полномоченному, направляли обращение в прокуратуру. Однако видим, что торговля продолжается, предприниматель игнорирует действующие законы. Тем более, что такая продукция продаётся в пластиковых флаконах, этикетках, этиловый спирт. Знаем прекрасно, что такая продукция изготавливается в подпольных цехах на территории Свердловской области. Общественниками неоднократно выявлялись такие цеха, выявлялись подпольные производства, где в больших объёмах была вынят такая продукция. Соответственно, люди, которые эту продукцию изготавливают, они разводят её по точкам, в розницу. Ещё раз обратимся к участковому полномоченному, чтобы он принимал уже конкретные кардинальные меры, для того, чтобы эта торговля была пресечена. В прошлый раз общественники обнаружили прямо перед входом в данный павильон, гражданок в последней стадии опьянения. Вот видим, что лежат шкалики, бутылки из-под чего. Это всё продаётся вот в этом павильоне. Отошли буквально на 10 метров от этого павильона, и вот сразу же наблюдаем такую картину. Буквально один за другим идут. Вот первый шкалик, второй шкалик, уже выпитые финская. Тут же банка с огурцами, тут же выпили, закусили, выкинули бутылку сюда, бутылки сюда. Всё как полагается. Старый мельник. Вот, тут вообще большое количество шкаликов, вот смотрите. Тут буквально их раз, два, три, шесть штук. Вот, то есть поток идёт плотно, люди пьют, бутылки пустые выбрасывают. Всё хорошо. Всё хорошо. Продолжение следует...